Привет, друзья! Меня зовут Марина Жигульска, и на этом канале мы будем с вами учиться с помощью нутрициологии питания избавляться от диагнозов, состояний и патологий. Сегодня мы поговорим с вами про здоровье поджелудочной железы. Почему? Потому что большинство из вас вообще даже не знают, где она находится, и что это такое, и какие функции она выполняет, но некоторые все же знают, что такое поджелудочная, потому что она там уже стучится из-за ребер и отдают болью, тяжестью, либо расстроенным состоянием здоровья, потому что поджелудочная железа, безусловно, очень сильно влияет на здоровье даже отдаленных органов и систем. Сегодня обо всем подробно. Итак, поджелудочная железа находится у нас за желудком, ну, собственно, почему она и называется поджелудочная, и это небольшой эндокринный орган, который выполняет у нас несколько функций. Мы сегодня поговорим с вами про две из них. Первая функция, это, конечно же, поджелудочная железа выделяет ферменты для расщепления жиров, белков и углеводов. Без этих ферментов мы не прожили бы и 10 секунд. Настолько важная функция. И вторая функция поджелудочной железы, не менее важная, она синтезирует гормон инсулин, который, по большому счету, нужен нам для того, чтобы мы не умерли от засахаривания крови. Как я уже сказала, от здоровья поджелудочной железы многое зависит в нашем организме, но есть и страшные диагнозы, например, сахарный диабет. И, посмотрев этот ролик, возможно, вы убережете себя от такого диагноза. И в конце видео я, конечно же, поделюсь с вами советами, как сохранить здоровье поджелудочной железы, либо вернуть его, если оно уже просит о помощи. В нашем организме строительным материалом являются жиры, белки и углеводы. Именно из них строятся все наши клетки, гормоны и так далее. Так вот, для того, чтобы они были усвоены и пошли как строительный материал работать в организме, нужны ферменты, которые производит поджелудочная железа. И для белков это протеаза, для жиров это липаза, а для углеводов это амилаза. Если ферменты не расщепили белки, жиры и углеводы, то они начинают, белки будут гнить в кишечнике, жиры будут создавать такие мыльные соли с минералами, а углеводы будут бродить. И мы получаем, в общем-то, большой список патологических состояний именно из-за того, что нам не хватило ферментов, которые должна вырабатывать поджелудочная железа. Еще надо знать один немаловажный факт, что, например, углеводы у нас в большей степени усваиваются во рту. Дело все в том, что амилаза у нас есть в слюнных железах, и поэтому для усвоения углеводов и облегчения работы поджелудочной железы надо пищу хорошо, долго и тщательно жевать. Инсулин – это гормон, который абсолютно необходим нашему организму. И как только у нас начинаются проблемы с инсулином, причем это может быть уже, например, сахарный диабет, или это может быть состояние, которое предшествует сахарному диабету, и называется оно инсулинорезистентность. Вот как только мы это состояние получаем, фактически это трамплин для той же онкологии. Это серьезное состояние, на которое обязательно надо обращать внимание. И смотрите, здесь есть такой нюанс. Когда мы приходим, например, к врачам, до того, как выставить диагноз, потому что с сахарным диабетом мы не просыпаемся с понедельника на вторник, до того, как выставить диагноз, есть состояние перед диагнозом. И вот у сахарного диабета это как раз инсулинорезистентность. Ее не диагностируют врачи, она не числится у них как диагноз, и поэтому они не могут лечить, у них нет протоколов, у них нет разрешения выписывать вам препараты, которые можно уже выписать при сахарном диабете. И получается такая очень невеселая картина. Так вот, когда вы приходите уже с сахарным диабетом, вам говорят, где же ты раньше был. А когда вы приходите еще с инсулинорезистентностью, вам говорят, наблюдайте, мы ничего не можем сделать. Вот доживете до сахарного диабета, приходите, полечим. Поэтому инсулинорезистентность это серьезное состояние, которое обязательно надо вовремя замечать и уметь корректировать. Итак, что это такое? Инсулин это гормон, который нужен для того, чтобы взять, грубо говоря, глюкозу, подойти к клетке, постучаться, клетка открывается только на стук инсулина, ну, грубо говоря, у него есть такой ключик клетки, и запихать туда эту глюкозу. Все счастливы, клетка довольна, энергия есть, все хорошо. Инсулин после этого распадается и выводится из организма. Но когда мы часто едим, и у нас тут поживали, тут перекусили, тут пол яблочка, ну, тут всего лишь одна конфетка, то инсулин вырабатывается слишком часто, и он постоянно стучит в клетке. Представьте, что вот к вам, например, ходит торговый представитель, и он стучит к вам в дверь и говорит, вот мое предложение, вы говорите, спасибо, не надо. Он стучит еще через полчаса. Вы говорите, ну, я же сказал, не надо. Он стучит еще через час, это вот когда вы перекусываете постоянно. И вы говорите, я тебе что сказал, не надо мне твое предложение. И он опять стучит через полтора часа. Вы уже злиться начинаете, а потом вы просто не открываете дверь. Вот точно так же поступает и наша клетка. Когда инсулин часто в нее стучится из-за ваших постоянных перекусов, она просто перестает реагировать. То есть возникает резистентность, сопротивление клетки. Резистентность переводится как сопротивление. И вы получаете инсулинорезистентность. По факту у вас много глюкозы в крови, мозг получает сигнал, что в крови много глюкозы, а это опасность вообще-то для нас. И он дает команду через гипоталамус, гипофиз, эндокринным железом, поджелудочной железе, еще инсулина, еще инсулина, еще инсулина. Инсулина вырабатывается больше, а клетка его не слышит. Таким образом возникает инсулинорезистентность, а потом сахарный диабет. Какие признаки есть у инсулинорезистентности? Это папилломы, например, на теле. Это постоянная вечная усталость. Это темные подмышки, шея. То есть это состояние вечного голода, когда хочется перекусить. Это тяга на сладкое и мучное. Это когда хочется прилечь после еды. Уровень энергии падает сразу после еды. Это все говорит о том, что ваш углеводный обмен уже нестабильный и скорее всего есть инсулинорезистентность. Корректировать инсулинорезистентность тоже достаточно просто, если подходить к этому, как к тому, чтобы найти причину заболевания. То есть вы убираете углеводы из-за своего рациона и делаете чистые 4-х часовые интервалы. Вы приводите в чувство свои клетки на чувствительность к инсулину. Давайте подведем итог. По факту поджелудочной железе, конечно, вредят продукты, мы о них поговорим, но больше поджелудочной железе вредит наш образ жизни. И еще один маленький нюанс, а может и не маленький, а очень важный. Когда люди лечат поджелудочную железу, либо уже есть симптомы неполадок поджелудочной железы, они всегда пытаются отдельно орган вылечить. С поджелудочной железой так не работает. Почему? Она никогда не выходит из строя сама по себе. Поджелудочная железа всегда замыкает строй. И вот когда у вас упала кислотность желудка, когда у вас не работает желчный пузырь, когда у вас начинаются в кишечнике проблемы, вот только тогда поджелудочная начнет барахлить. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на свой образ жизни, на режим питания, ну и в принципе свои привычки ежедневные. Ну а теперь о продуктах, которые вредят поджелудочной железе. И на первом месте, конечно же, это сахар. И я уже рассказала, почему. Это не только чистый сахар, который выложите в чай, это все простые углеводы, в том числе крупы, например, которые мы очень любим есть на завтрак, в том числе сладости, в том числе майонезы, кетчупы, соусы, колбасы, в которых содержатся скрытые сахара. На втором месте, пожалуй, алкоголь. И не потому, что алкоголь вреден, я в принципе не противник алкоголя в умеренных дозах. Но дело все в том, что алкоголь тоже распадается у нас в организме на сахара. И когда вы пьете алкогольные напитки, особенно если это вино, пиво, ликеры, ну и вот эти вот все сладкие вещи, это, конечно, не очень хорошо для поджелудочной железы. Поэтому, когда вы приходите на какой-то праздник, или, например, это день рождения, или это Новый год, и в вашем кругу принято, например, иметь спиртное на столе, лучше выпейте крепкого напитка, ну, желательно, конечно, чтобы это было не больше, чем 50 миллилитров. Один из продуктов, это, конечно же, трансжиры. Трансжиры, это не какой-то конкретный продукт, хотя может быть и конкретный, как, например, маргарин или сливочное масло, жирность у которого 72,5%. Это уже все равно ближе к трансжирам. Но больше, это категория продуктов, в которых содержатся трансжиры. И это, опять же, вся выпечка, это, опять же, колбасы, вот эти копченые продукты. Сейчас производитель имеет право не писать, ну, в России, по крайней мере, имеет право не писать на упаковке, что в составе содержатся трансжиры. Имеет право не писать вообще, но зачастую производители пишут, что в составе содержатся гидрогенизированные растительные масла. Это и есть трансжиры. Просто имейте в виду. А трансжиры это то, что наш организм не умеет перерабатывать. Он смотрит на это и думает, что с этим делать вообще. У него нет ни возможности, ни ферментов поджелудочной железы для того, чтобы обработать трансжиры, таким образом, они проникают в кровоток, они засоряют наш кишечник. А мы с вами помним до что поджелудочная железа, она не выходит из строя сама по себе она выходит из строя, когда уже все остальные органы сильно сильно подустали так вот трансжиры, как раз таким образом и действует негативно на поджелудочную железу через поломку всех остальных органов и систем. И сейчас отдельно хочу обратиться к родителям, следите, пожалуйста, за рационом своих детей, потому что в рационе детей и подростков сейчас преобладают трансжиры. Это картофель фри, это мороженое, это вся выпечка, и это конечно же не очень хорошо будет сказываться на их здоровье в целом, а в частности на здоровье поджелудочной железы. У меня единственный ответ на то, что делать с трансжирами, убрать из рациона полностью и заменять на полезные жиры. Полезные жиры это у нас, например, орехи, это, например, масло ГХИ, которое вообще имеет практически 100% жирность, это сливочное масло, это рыбка жирная, авокадо, это оливки, ну то есть вот полезные жиры это то, что содержится в цельных продуктах. И еще один пункт, пожалуй, это лекарственные препараты, фактически фармацевтические препараты, например, обезболивающие, которые очень часто у нас пьют, антибиотики, например, которые люди даже иногда сами себе назначают и детям тоже при каждом чихе. Так вот, имейте в виду, что фармпрепараты, в частности обезболивающие, они, например, на несколько часов останавливают работу вашей поджелудочной железы, что конечно же не очень хорошо будет сказываться на здоровье в целом. Поэтому, если у вас есть, например, уже болевой симптом и вы чувствуете, что ой, тут покалывает, тут болит, вы пошли загуглили, поняли, что это поджелудочное, не обезболивающее надо пить. Надо задуматься о том, какой ваш образ жизни и если вы не поменяете его, а продолжите сидеть на обезболивающих, нетрудно догадаться, к чему это приведет. Если вы уже сталкивались с проблемами или болью в поджелудочной железе или не хотите с этим столкнуться никогда, то лучше всего начать разбираться, как устроен ваш организм с помощью нашего телеграм-бота, который даст вам бесплатный чек-лист и три урока для начала новой и здоровой жизни. В описании под роликом вы найдете ссылку на телеграм-бот. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, следите ли вы за состоянием своей поджелудочной железы, ну и в принципе всего желудочно-кишечного тракта. Ну и в конце этого видео я конечно же хочу пожелать вам питаться правильно и следить за состоянием своего здоровья. А для того, чтобы я понимала, что это видео было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс. До встречи в новых видео!